В первое время коронавирус часто сравнивали с гриппом, и теперь стало ясно, что разница всё-таки существенная. Расскажите, в чём она состоит? Настенька, вы знаете, в природе очень много вирусов существует, и все они чем-то похожи, и все они очень не похожи. Очень не похожи. И когда, так сказать, чуть-чуть начинаешь разбираться в чём-то, оказывается, что грипп отличается существенно от COVID-19, ну на самом деле, если говорить о названиях вирусов, от SARS-CoV-2. Это вот тот самый вирус, который вызывает инфекцию COVID-19. В чём, понимаете, в чём сущность принципиальная разница здесь? Разница, она скорее не биологическая, а она связана с тем, что говорить о биологии можно много, и это для специалистов. А в чём разница в публичном восприятии, так сказать, одной инфекции, другой, и почему это восприятие такое, и почему эта разница есть. Значит, вот COVID оказался, инфекция COVID-19, она оказалась инфекцией с очень высокой, и, соответственно, вирус с очень высокой контагиозностью. Он порядка, вот есть такой коэффициент, контагиозность, она, вообще говоря, оценивается численно. Значит, и вот для COVID-19 это 2,6, это означает, что он достаточно, так сказать, такой заразный, скажем так, говоря, на простом языке. У гриппа этот коэффициент контагиозности существенно меньше, раза в 2, от 0,8 до 1,6. Но есть корень, где коэффициент контагиозности 18, то есть на порядок больше. Почему получилось так, что кроме своей контагиозности, вот вирус очень непростой оказался, именно SARS-CoV-19. Он, во-первых, обладает очень длинным, относительно длинным, вот для таких острых инфекций, он обладает относительно длинным латентным периодом. Если для гриппа характерные времена до полутора-двух суток, когда начинают в явном виде появляться какие-то признаки гриппа, то для ковида это 14 суток. И плюс к этому очень много случаев, когда вообще нет никаких внешних проявлений, а человек заразит. Ну, есть еще одна очень существенная вещь, которая, так сказать, проявилась и, скажем, даже вот в ряду опасных для человека коронавирусов, вообще человек восприимчив к семи основным типам коронавирусов. Существует семь основных типов коронавирусов, которые, так сказать, которым человек восприимчивается. Четыре из них – это вирусы, которые вызывают обычные респираторные симптомы, не более того, а три – это известные, довольно серьезные. Первый – SARS-CoV, это вот просто SARS-CoV, известный. Второй – MERS, в основном резервуар был на Ближнем Востоке. И, наконец, вот тот, с которым мы сейчас имеем дело – SARS-CoV-2. И часто спрашивают, например, почему тогда вот при тех двух эпидемиях SARS-CoV и MERS-CoV все обошлось довольно локальными эпидемиями и не пошла пандемия, а почему здесь вот так? Так вот, часть из этих причин я уже перечислил. SARS-CoV-2 – это вирус, который, так сказать, имеет длинный латентный период, и поэтому люди часто находятся в окружении больного и не знают об этом. В случае гриппа это сразу видно. Вторая вещь – это, конечно, очень существенное дело. Практически первый SARS, первая инфекция SARS-CoV, она практически не передавалась от человека к человеку. Она была строго занозной только от животных человек. В случае МЭРСа отмечено буквально небольшое количество переносов этой инфекции от человека к человеку. И это, по-моему, вот если у меня память не изменяет, только касалось медицинского персонала, которые работали с больными. В случае же COVID-19 инфекция, как вы видите, передается очень-очень лихо, и все вот, так сказать, переросло в пандемию в результате. Сейчас стремительно ищут вакцину, пытаются ее быстрее разработать. Почему она занимает такое продолжительное время, и чем опасна спешка в данном случае? Вы понимаете, я очень хочу подчеркнуть одну вещь, что вообще вакцина – это вещь для здоровых людей, чтобы подготовить здоровый организм к возможному инфицированию. Это не лекарство в обычном смысле этого слова. Конечно, оно необходимо для того, чтобы, так сказать, использовать вакцину, все те же самые испытания, там, доклинические, клинические, но в обычном смысле слова – это не лекарство, потому что оно применяется для здоровых людей. Еще раз я говорю об этом. И поэтому действительно очень ответственный момент – это доклинических, клинических испытаний, хотя говорят, когда пандемия, то говорят, что как бы надо бы попытаться организовать, ну, на Западе это называется fast-streat, то есть быстрый путь испытания лекарства. Но в любом случае вакцина либо ориентирована на прошлую эпидемию, то есть для того, чтобы вакцина была успешной, не обязательно иметь в руках инфекционный материал, сам вирус, но надо знать какие-то характеристики вируса, скажем, геном его, да, на основе которого вы можете формировать какие-то компоненты будущей вакцины. Поэтому нужна сама инфекция бывает. Потом инфекция, безусловно, нужна в любом случае, когда вы тестируете вашу вакцину, вот когда вы уже будете получать вакцину, скажем, даже не используя саму инфекцию, а такие способы существуют, это рекомендантные вакцины, и ВОЗ, кстати, сейчас очень рекомендует приходить от антинюированных вакцин, то есть ослабленных вакцин или инактивированных полностью, они рекомендуют приходить к рекомендантным вакцинам, полученных в генной инженерии, по многим причинам, но в том числе и потому, что вот вакцины, полученные новыми методами, они не требуют в процессе создания инфекционного материала. Они требуют только знать последовательность вируса, а потом идет биоинформатика, потом идет синтез каких-то белков, которые сами по себе безвредны, белки, которые располагаются на поверхности этого вируса и служат для того, чтобы вирус связывался с клеткой хозяина. Вот. И вот процесс создания прототипа вакцины, то есть кандидата вакцины, ну, в случае, скажем, наличия генома вируса и выбора в качестве основного пути создания рекомендантной вакцины, это несколько месяцев. Но потом нужны месяцы для доклинических исследований и в обычном случае даже годы для клинических исследований. Ну, самые, так сказать, вот такие вот острые случаи, постмажорные, когда речь идет о пандемии, и эта пандемия все равно, и эта вакцина все равно будет важна уже не сейчас, а при следующей эпидемии, можно рассчитывать, что полный цикл создания вакцины и ее испытания займет где-то, ну, не меньше, чем год с небольшим. Не меньше, чем год с небольшим. Огромные вызовы, которые вообще стоят перед человечеством. И реально вакцину вы можете создавать, реально уже создавать, саму вакцину, тогда, когда вы столкнулись с этой инфекцией, потому что вы до того, как она появилась, вы не знаете ни структуры генома, ни у вас нет ни самого инфекционного агента. Поэтому вы всегда должны думать о том, а как побыстрее ее создать, когда вот объявится эта инфекция, и когда будет и структура, и все на свете будет, все равно потребуется некое время. И фундаментальная, только фундаментальная наука может сократить этот разрыв по времени между появлением инфекции, не появлением ее в природе, а характеристикой этой инфекции, когда ученые расшифруют геном, когда они откроют многие другие вещи. И вот с этого момента до появления этой вакцины все зависит от науки. Начиная от системы тестирования и кончая системами вакцин или следующий этап системами лекарств. Ведь лекарства, вот когда эпидемия началась, почему все сейчас говорят много о лекарствах тоже. Лекарства – это то, что можно и нужно применять, если оно целевым образом направленное, при самой эпидемии. Вакцину можно применять только до эпидемии. Когда нет ни того, ни другого, а когда мы сталкиваемся с новой инфекцией, надо просто применять какие-то общие медицинские практики. Это уже выходит за область биологии, это область медицины. Ясно, что есть какие-то общие вещи, которые как бы служат для подготовки иммунной системы пациента, так сказать, какие-то общие практики поведения больных, скажем, с легочной недостаточностью. Но это, в общем, как правило, не специфические вещи, а специфические лекарства – это дело будущего. И вот сейчас, наверное, самое острое место вот в данной пандемии найти даже не вакцину, а вот вакцина – это для следующей эпидемии. А найти те лекарства, которые либо разрушали вирус, либо не давали бы ему размножаться в клетке хозяина, либо не давали бы вирусу находить те ворота, через которые он может попасть в эту клетку хозяина. Вот таких вот, мне видится, три принципиальных момента поиска лекарственных средств, еще раз, не давать ему размножаться в клетке хозяина, разрушение самого генома, еще до прихода в клетку хозяина, и не давать ему войти в клетку. Вот такая тут история получается. Расскажите еще также о том, это ведь не первая встреча с опасным вирусом, и можно ли ожидать, что таких встреч будет еще много в дальнейшем? Вы знаете, я уверен, что это так, и, к сожалению, это так, но такова суть живого, понимаете? Одно из основных свойств живого – это изменчивость. И в процессе этой изменчивости мы будем сталкиваться с двумя явлениями. С возвратом старых инфекций, фактически мало отличающихся от той, которую мы сегодня имели, может быть, даже торжественную, через какой-то срок. Скажем, если мы возьмем коронавирусы, опасные инфекции с периодичностью в шесть лет возвращались. SARS, MERS, и вот сейчас SARS-CoV-2. Либо мы будем встречаться со старыми инфекциями, либо мы будем получать принципиально новые инфекции, которые, так сказать, как новых возбудителей в силу этой изменчивости. Вот в чем опасность этого дела. И, конечно, это как бы очень серьезный вызов, который стоит перед цивилизацией, и не только в области биологии, медицины. Вы видите, что делает пандемия с экономикой и с другими сферами человеческой деятельности. Но то, что работа над вакциной, я вот хочу к этому вернуться, она актуальна не столько для этой эпидемии, сколько для последующих. Она не пропадет никогда. Потому что вакцина должна быть в госрезерве всех серьезных государствах. И у меня нет никаких сомнений, что это либо родственные инфекции будут возвращаться. Очень трудно предсказать, когда. Но они точно будут возвращаться. Ну и напоследок скажите, когда ждать какого-то спада или возвращения какой-то стабильности? Вы знаете, это вопрос больше, наверное, к эпидемиологам и врачам. Но вот то, что я вижу в литературе, если говорить о России, я бы говорил о том, что, так сказать, пика, как говорят сейчас, ситуация достигнет где-нибудь в последней декаде апреля. В последней декаде апреля. Дальше, по-видимому, будет какой-то период, так сказать, почти плата. И потом все начнет спадать. И неясен вопрос, что будет дальше. Поскольку, вообще говоря, коронавирусы, они, так сказать, ведут себя как в плане инфекционности, ведут себя как респираторные заболевания. Не исключено некой второй волны. Об этом говорят, но в виде предположений. Очень, в самом деле. Но я думаю, что к концу мая мы сможем спокойно, как бы вот если смотреть на опыт, так сказать, тех, кто немножко раньше получил эту инфекцию, к концу мая, я думаю, что ситуация станет спокойнее. Продолжение следует...